МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Трудности перевоза. Поездка в маршрутке закончилась для запорожанки разбитым телефоном и выброшенной на улицу сумкой. Общественный резонанс о наиболее громких делах Запорожской облпрокуратуры в студии Акцента в неделе говорим с помощником генпрокурора Украины Владиславом Куценко. Право на жизнь. Журналисты Акцента в неделе поинтересовались, что запорожцы думают об абортах. Вы смотрите Акценты недели о событиях, которыми жило Запорожье эти 7 дней. Здравствуйте. Разбитый телефон и выброшенная на улицу сумка. Так для жительницы Запорожья закончилась обычная поездка в маршрутке. Все началось с того, что женщина попросила выключить шансон, а затем выдать билет. Неоднозначную реакцию водителя пассажирка записала на видео. Ролик вызвал широкий резонанс в сети. Кто прав, а кто виноват, выясняла София Пшиперовская. То утро у жительницы Запорожья Ирины Орловой началось не с кофе, а с шансона. Женщина рассказывает, села в маршрутку номер 46, в салоне громко играла музыка. После нескольких попыток уговорить водителя сделать тише, женщина включила камеру телефона. Реакция водителя на видео. Женщина, я сейчас просто заберу. Он ударил меня кулаком по руке. Телефон выпал. Вот телефон мой. Телефон не просто выпал. Он ударился сначала в ступеньки, а потом он вылетел просто на асфальт. При этом, когда я увидела, что телефон на асфальте, я ему дала пощечину. То есть я не скрываю, вот там мне в комментариях тоже пишут, я действительно ему дала пощечину, потому что я в руках себя сдержать не могла. Телефон очень дорогой, мне очень дорог он. Выскочила, забрала телефон. Если бы сумка моя не осталась в салоне, я так понимаю, что водитель просто поехал бы дальше. На этом дело не закончилось, вспоминает женщина. Она попросила водителя выдать ей проездной билет. Что было дальше, видно на записи. Она снята уже на второй телефон. Короче, выходим, женщины. Даже не думаю. Выходите. Я не думаю. Выходите, зачем не цепает стерва, объясните. Я попросила вас билет. На, не вам билет, только выйдите отсюда, пожалуйста. Нет, билет давайте мне. Выходите. Все, можете жаловаться. Мне все равно. Это уже не просто жаловаться. Это вы уже просто вывели всех и всего, весь салон. Сам водитель ситуацию видит по-своему, рассказывает Ирина Орлова, изначально разговаривала с ним грубо. Поведение пассажирки называет провокацией. Я сделал тише, переключил канал, спросил у людей в салоне, 18 человек, кому мешает музыка. Потому что музыка в салоне не играла. Играли только динамик, который стоит впереди. Для себя. Это мое есть пространство, это мое есть рабочее место. Я слушаю музыку для себя, а не для людей. Все. Ну, естественно, защитная реакция. Я убрал ее руку. Она выронила телефон на пол. Сказала, что разбила, типа. Ну, продолжала на него снимать. Я считаю, что я прав. То бишь, я терпел, я вез. Ну, просто у каждого человека есть своя грань. Своё слово сказали и в транспортной компании. Там отметили, действия водителя не одобряют. Однако, есть вопросы и к пассажирке. Опять же, возымается мнение телефон. То есть, он разбитый, она говорит, что она сразу второй достала. Мне кажется, это заказное. То есть, сели, сняли, подготовили второй телефон. И как-то всё беспрерывно идёт. Съёмка с одного телефона, со второго телефона. По поводу вещей он не должен был трогать материальные ценности, которые принадлежат гражданинке Ирине Орловой. О том, что он взял её сумочку. И он её не выбросил, а просто вынес и поставил на тротуар, для того, чтобы она покинула транспорт с возвращенными ей деньгами. У него будет, я думаю, для начала сделан выговор, потому как у него биография ровная. Ситуацию прокомментировали и в городском управлении транспорта. Там отметили, по 46 маршруту проведут профилактический рейд. Если будут выявлены нарушения, связанные с нарушением договорных обязательств, мы будем ставить и инициировать вопрос о расторжении таких договоров с перевозчиками. Предприятие-перевозчик несёт ответственность за действия водителей. Сама автор резонансного видео говорит, во что бы то ни стало, хочет довести дело до конца. Уже подала заявление в милицию. Женщина рассказывает, если нужно, готова судиться с компанией-перевозчиком. Разгон Запорожского Майдана, ситуация в облэнерго и возвращение земли в собственность государства. Эти вопросы в своё время взяла на контроль прокуратура. На каком этапе сейчас расследование наиболее резонансных дел в Запорожской области, в студии «Акцента в неделе» говорим с помощником генпрокурора Украины Владиславом Куценко. Здравствуйте, Владислав Игоревич. Расскажите о цели своего визита. Цель моего визита – это командировка, связанная с оценкой расследования резонансных уголовных производств, которые находятся на контроле Генеральной прокуратуры, связанных непосредственно с деятельностью так называемого «запорожского смотрящего Анисима». Этот вопрос не сходит с контроля и не сойдёт, пока каждая его схема не будет уничтожена. В итоге ваша оценка деятельности прокуратуры? Вы знаете, оценка достаточно позитивная. Я вижу, как мои коллеги из прокуратуры области делают очень много шагов для того, чтобы уничтожить эти схемы, провести комплексные расследования. Мне нравится их позиция касательно дела самого Анисима, которая уже передана с обвинительными заключениями в суд, а главные фигуранты находятся в следственных изоляторах. Работа идёт, просто зачастую не доносится до общества, так как это было бы необходимо. Одно из наиболее резонансных дел, которые очень интересуют общественность, это судебное разбирательство по делу о разгоне Запорожского Майдана. Скажите, как там сейчас обстоятельства? Здесь тоже я хочу похвалить коллег из Запорожской области. Они, можно сказать, первые в Украине, которые довели дело по разгону местного Запорожского Майдана до суда, раз, и уже прошли стадию рассмотрения на первой судебной инстанции, получив действительно для обвиняемого лица обвинительный приговор. Сейчас дело находится на стадии апелляции. Почему? Прокуратура не согласна с приговором. Мы считаем, что достаточно мягкий приговор избран для главы областного совета. И глава областного совета не согласен с приговором, считает, что он жёсткий. Поэтому ближайшее рассмотрение апелляционного суда, насколько мне доложили, 6 октября будет происходить. А какого приговора требует прокуратура? Прокуратура просит 7 лет. Суд определил пока 5. А для сравнения в других областях, как обстоят дела? Они отстают от Запорожской области. Там тоже происходят досудебные следствия, где-то уже мероприятия переданы в суд. Но с такой скоростью, как идёт прокуратура Запорожской области, пройдя уже первую судебную инстанцию, никто и рядышком не стоит. В своё время достаточно много толков было о том, что дело перевели в соседнюю область. На ваш взгляд, это способствует или, наоборот, замедляет процесс? С одной стороны, это, естественно, процесс замедляло, поскольку необходимо было органам прокуратуры доставлять свидетелей в соседнюю, скажем, Кировоградскую область. Это транспорт, это время и так далее. Но, с другой стороны, возможно, и логика была правильная, чтобы никто не обвинял потом предвзятости запорожских судей. Здесь есть две стороны, которые как осуждают это решение, так и хвалят его. Главное, чтобы судьи были всё-таки объективны и, как говорится, неупереджены. И тогда будет всё хорошо. Сейчас на контроле прокуратуры находится ещё одно резонансное дело. Оно связано с газопроводом в Бердянском районе. Этот вопрос поднимали и на 47-й, внеочередной сессии облсовета. Наши журналисты подготовили об этом сюжет. Давайте его посмотрим. На повестке дня 47-й, внеочередной сессии облсовета, всего 10 вопросов. Первым делом на рассмотрение выносят изменения в программу строительства и реконструкции объектов региона. Проект решения предусматривает в том числе сокращение финансирования из областной казны. Это связано с поступлением средств из Госфонда регионального развития, объясняют в облсовете. Таким образом, всего предлагается уменьшить объём финансирования областного бюджета на сумму 19 миллионов 800 тысяч гривен. Частично освободившиеся средства предлагается направить на решение следующих проблемных вопросов. На погашение кредиторской задолженности по решению хозяйственного суда по объекту газоснабжения села Андроновка Бердянского района Запорожской области. Первая и вторая очередь строительства в объёме 3 миллионов 62 тысячи гривен. Слово по этому вопросу берёт прокурор области Александр Шацкий. Говорит, согласно постановлению Кабмина и ранее заключённому договору, сооружение газопровода, в том числе и в Бердянском районе, должно было оплачивать облуправление капитального строительства, но за счёт средств нефтегаза Украины. Есть в этом деле и ещё один немаловажный нюанс. Кто построил этот газопровод, ещё идёт следствие, точно не установлено. Но подписаны акты о принятых работах. По словам Александра Шацкого, в своё время этим вопросом занимались правоохранители. Но из-за того, что компания не получила деньги за выполненные работы, дело закрыли. Теперь, когда выделены средства на погашение кредиторской задолженности, уголовное производство возобновят. В свою очередь в облсовете отмечают, несмотря ни на что, работы выполнены и за них нужно рассчитаться. Иначе счёт УКСа будет заблокирован. Нам пришлось выделять 3 миллиона гривен, чтобы разблокировать рахунок УКСа в управлении капитального строительства. Потому что будут паралізованы все строители, все объекты. Рахунок блокируется как замовник управления капитального строительства Запорожьей областной администрации. Управление капитального строительства Запорожьей областной администрации сегодня выполнены строительные работы больше как на 140 миллионов. В целом вопрос расчётов за сооружение газопроводов остро стоит для всего региона, отмечают местные парламентарии. Объясняют, в своё время действовала схема, согласно которой работы по газификации подрядчик выполнял за счёт местных жителей. Взамен государство должно было профинансировать подвод коммуникации к населённым пунктам. Но процесс остановился. И вот людям сделали всё, люди заплатили свои деньги, у них газ, всё стоит, но подвода до села или города нет, потому что тот, кто это сделал, а в данном случае это государство, кто тогда обещал, не додавал эти деньги. Около 100 миллионов гривен отягощено на сегодня кредиторскими требованиями по тем программам по строительству газопроводов, которые строились, вы все прекрасно помните, по программам за счёт инициативы государственного бюджета. Представители областной власти отметили, будут рассматривать несколько путей решения проблемы, в том числе и за счёт совместного финансирования объектов. 50% суммы нужно будет найти местным советам, вторую половину придётся искать из облбюджета. Особое внимание обещают уделить и работе самого облуправления капитального строительства. Гость студии «Акцента в неделе» помощник генпрокурора Украины Владислав Куценко, и мы говорим о наиболее громких делах в Запорожской области. Владислав Игоревич, прокуратура в том числе занимается обстоятельствами и обстановкой в облэнерго. Там тоже была череда захватов, и там были дела о коррупционных действиях сотрудников. Ваш комментарий по этому поводу? Я могу сказать, что в облэнерго у нас создался такой коррупционный клубок, очень серьёзный и сильный. Особенно нас беспокоит курортная зона, это Бердянский, Приморский, Приазовский район. Знаете вы все, что во время курорта очень много предпринимателей на центральных улицах, на набережных, лоточки, магазинчики, мороженое продаётся. И чтобы вы правильно понимали, информация, которая поступает, что каждое подключение несло в себе коррупционную составляющую. А именно, предприниматели просто не могли подключиться, им отказывали официально. Вечером им подвозили бумажечку с мобильным телефоном отдельных лиц, они перезванивали этим частным лицам, люди писали цифру, которую коррупционную взятку необходимо заплатить. И только после облачения этой цифры людей подключали к электричеству. Это уже срезонировало Киеву, Генеральную прокуратуру, о таких вот поборах, которые делались массово, то есть собраны, чтобы вы понимали, миллионы, десятки миллионов гривен всего лишь за СИЗО. И уже несколько народных депутатов обратилось в Генеральную прокуратуру по этому вопросу. Я поставил задачу коллегам своим разобраться с этой проблемой таким образом, чтобы не только виновные, как говорится, у нас были наказаны, а чтобы эта схема была сломана. Должен пополняться бюджет и должны все-таки работать нормальные правила игры. И в бизнесе, и во взаимодействии, скажем, таких вот труб, как Ублэнерго, с предпринимателями. Это неправильно, когда так делается, но в самом деле. Это вот, знаете, случай произошел снова-таки на одной из баз отдыха, где погиб мальчик, исходя из того, что снова-таки в нарушение всех правил было подключено электрическое оборудование. То есть мы говорим здесь и о халатности, и о коррупционных преступлениях. Ублэнерго, я извиняюсь, но пора ставить на место в рамках закона, потому что так жить нельзя. Ублэнерго там несколько разным собственникам принадлежат акции, насколько я знаю. Насколько это затруднит процесс? Прокуратура не будет вмешиваться во внутрикорпоративный конфликт между собственниками. Пускай сами выясняют, кто из них главный. Но если они планируют воровать и брать взятки с предпринимателей, они будут отвечать по закону. И нам не важно, кто будет являться их собственником. Наша задача – разрубить коррупционные схемы. А кто собственник, для этого у них есть хозяйственные суды, и пускай выясняют между собой. Это не наша задача. Вы очень много лестных слов сказали о прокуроре Шацком. А как в Киеве оценивают конфликты прокуратуры и наших общественников? У нас постоянно митинги то правого сектора, то силы нации под прокуратурой. Что в Киеве об этом говорят? Прокуратура оценивает работу своих сотрудников генеральных не по их отношениям с общественниками, а по результатам их работы и по показателям. Главное для нас, снова-таки, не сколько дел возбуждается, а сколько дел доводится до логического конца, и где судьи с нами соглашаются. Вот я вам назвал примеры. Разумовский лес вернули, алюминиевый комбинат вернули. Дело Анисимова передано в суд. Главные фигуранты в СИЗО Анисимовского дела. Генеральная прокуратура высоко оценивает сегодня работу Александра Шацкого. И я вам хочу здесь заявить, что вопрос его отставки не стоял и не стоит. То есть это были просто слухи в Запорожье. То, что нет понимания с отдельными активистами, не можем же сказать, что все активисты настроены против прокуратуры. Нет, сегодня очень много разных общественных организаций и так далее. У них есть свои требования, претензии. Если они видят нарушения в работе кого-то, в том числе прокурора области, они имеют право об этом заявить. Такое заявление было от одного из активистов. Оно сегодня рассматривается органами прокуратуры. Будет изучено внимательнейшим образом. Спасибо вам за интересную содержательную беседу. А мы продолжаем расставлять акценты. Студент авиаколледжа получил пулевое ранение в шею прямо на паре по литературе. Об этом журналистам МТМ стало известно из собственных источников. Как впоследствии рассказали в УВД, травматическое оружие на занятия принес одногруппник пострадавшего. Подросток взял пистолет тайком у отца, сообщается на официальном сайте ведомства. Студенты принялись рассматривать опасную вещь. Один из парней не поверил, что оружие настоящее, и нажал на курок. Резиновая пуля попала в шею другому студенту. Его доставили в больницу. По словам медиков, здоровью парня ничего не угрожает. Событие внесено в единый реестр досудебных расследований. В свою очередь, руководство колледжа от комментариев воздержалось. Ведется следствие. Запорожская область вошла в тройку лидеров по темпам мобилизации в Украине. Об этом рассказали в облвоенкомате. Там отметили, во время шестой волны мобилизации удалось призывать почти 1400 солдат, сержантов и офицеров запаса. По словам военного руководства, сейчас в регионе уже началась подготовка к осеннему призыву. Добавляют эту работу, планируют завершить до 30 ноября. В Запорожье увековечили память героя, погибшего в зоне АТО. 23-летний старший солдат 23-го батальона Евгений Москаленко на защиту Родины ушел еще во время первой волны мобилизации. Прошлой осенью он был смертельно ранен в зоне АТО. Это случилось под Мариуполем. Тогда украинских бойцов обстреляли из Града. Через год после трагедии память военного увековечили в родной 64-й школе. Там установили мемориальную доску. Сотрудники СБУ разоблачили нелегальный пункт обмена валют, через который террористы отмывали деньги. Как сообщают в ведомстве, в нашем регионе боевики так называемых ДНР и ЛНР наладили механизм перевода средств с оккупированных территорий на востоке Украины. По информации службы безопасности, деньги были похищены из банков Донецка и Луганска. Часть этих средств проходила через Мелитопольский обменник. Там во время обыска оперативники изъяли более 4 миллионов гривен, около 500 тысяч долларов, 30 тысяч евро и 5 миллионов российских рублей. Как отмечают в СБУ, статья, по которой открыто уголовное дело, предполагает до 15 лет лишения свободы. Запорожцы, завоевавшие медали на чемпионате мира по борьбе, вернулись в родной город. Напомним, соревнования прошли в Лас-Вегасе. В рейтинге участников Украина заняла 8 место, немалый вклад в результат сделали и запорожские спортсмены. Наш земляк Жан Белинюк завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе. В нашем городе спортсменов встретили с почестями, теперь цель чемпиона в медали на Олимпиаде, которая пройдет следующим летом в Рио-де-Жанейро. Остров Хортица вошел в число самых живописных уголков мира по версии BBC. В сети появился документальный фильм британского канала об одной из главных достопримечательностей Запорожского края. Короткометражный фильм длится чуть более 4 минут, работа над ним продолжалась полгода, а съемки проходили на земле, в воздухе и даже под водой. В ролике показана история Хортицы и современная жизнь запорожских казаков. Они могли бы стать известными учеными, создать бессмертные произведения искусства или побить невероятные спортивные рекорды. Но они никогда не появятся на свет. Ежегодно возможности увидеть жизнь лишаются примерно 200 тысяч маленьких украинцев. Именно столько абортов, по официальным данным, проводится в медучреждениях страны. Мнение насчет этой статистики в обществе разнятся кардинально. Что думают о проблеме врачи, психологи, священники и простые запорожцы, выясняли журналисты акцента в неделе. 200 абортов ежедневно. Такие данные за прошлый год приводят в Минздраве. По данным Всемирной организации здоровья, Украина имеет одни из самых высоких показателей среди стран Европы по количеству абортов. Этой статистикой обеспокоены представители церкви. Запорожские священники уверены, такая тенденция влияет на демографическую ситуацию в стране. Чтобы обратить внимание на проблему абортов, решили провести акцию в поддержку нерожденных детей. Ее назвали «Марш за жизнь». Правда о человеке такова, что с первой секунды зачатия до натуральной смерти мы не имеем права распоряжаться жизнью ничьей и своей даже, потому что Господь дал жизнь, и Он единственный может эту жизнь у нас перенести в вечность. И мы хотели, чтобы этот «Марш за жизнь» обратил внимание всех людей, доброй воли, не только христиан, на жизнь человека. Наша цель, чтобы показать, что каждая жизнь очень важна, что семья – это мужчина, женщина, и чтобы семья была готова принять всех детей, которые Господь им пошлет. Представители духовенства уверены, решить проблему нерожденных детей, а заодно и демографии можно, запретив аборты на государственном уровне. У медиков по этому поводу другое мнение. Аборты делали, делать будут, будут их делать нелегально, эти аборты уйдут в тень, а любой аборт, он чреват осложнениями. Даже в медицинском учреждении мы не застрахованы от обострения воспалительных процессов, от гормональных каких-то нарушений. Если все это уйдет опять в подполье, мы будем получать материнскую смертность. Запрещать однозначно не нужно, надо работать в плане профилактики. Как и вся медицина сейчас, профилактика намного дешевле. Работают кабинеты планирования семьи. В каждой женской консультации женщина может получить консультацию по планированию, по контрацепции, по преконцепционной подготовке. А вот врач-неанатолог и по совместительству мама четверых детей Ольга Тросковецкая категорически против абортов. Уже много лет она работает с молодыми парами, в том числе и будущими мамами, которые сомневались, оставлять ли ребенка. Ответственно подойти к самому моменту зачатия ребенка, к самой беременности, к зарождению новой жизни, чтобы не происходило вот таких абортов, убийств. Моя позиция – сохранить жизнь любую. Даже если это ребенок рождается, зачался с какими-то пороками. К 12 неделям, когда у нас делаются аборты, это человек, у которого уже бьется сердечко, который уже чувствует все прикосновения. Он даже на УЗИ, ребеночек шевелится. В свою очередь правозащитники отмечают, инициатива по поводу запрета абортов звучит при каждом новом созыве парламента. Однако подобный законопроект так ни разу и не был зарегистрирован. Что об этом думают запорожцы? Журналисты «Акцента в неделе» выяснили на улицах города. Я считаю неправильно. Они как делали, так и будут делать. Только больше будет людей, умерших, погибших. Конечно, это грех, но при нашей жизни, понимаете, вот смотрите, сколько детей выбрасывается в мусорники. Нельзя, так нельзя. У нас нет условий для того, чтобы их рожать, рожать и рожать. Чем больше, тем лучше. Это замечательно, это хорошо. Наша миссия на земле женщин, конечно. Но в наше время у меня дети еще не женаты. Конечно, я хочу внуков. Я бы была против этого, конечно. В свою очередь специалисты отмечают, аборт всегда влияет и на душевное состояние женщины. Как рассказала психиатр Анна Пришутова, решение прервать беременность в любом случае дается женщине нелегко. Объясняет, после самой процедуры нелетко возникает и так называемый постабортный синдром. Женщины практически всегда испытывают какой-то период угнетенности, апатичности. Некоторые описывают навязчивые мысли, навязчивые идеи, галлюцинации. То есть, когда кажется, что ребенок есть еще, когда появляются какие-то боли, связанные вроде бы как с беременностью, которая продолжается. Или вообще необъяснимые совершенно. Бывает, часто меняется отношение к партнеру. Такая интересная штука сразу после этого события тяжелее тем, у кого выкидыш. Потому что они хотели ребенка, ждали, и тут, ну, вот горе такое, да. В отставленном периоде тяжелее тем, кто сделал аборт. Потому что здесь я осознанно приняла решение, с которым мне потом надо жить. Сейчас аборты полностью запрещены в шести странах мира. Украина вместе с Австрией, Германией, Болгарией, Венгрией, Австралией и ЮАР придерживаются либеральной политики в этом вопросе. В нашей стране уголовная ответственность предусмотрена только за внебольничные и поздние аборты. Криминальные притчи о героях нашего времени. Так критики прозвали постановки Донецкого театра «Жуки», который после начала необъявленной войны переехал во Львов. Сейчас коллектив гастролирует по всей Украине с постановкой «Персонал Джиза» по мотивам произведений Сергея Жадана. Сами актеры рассказывают, пьесе пытались раскрыть тему агрессии, которая сейчас нависла над нашей страной. В Запорожье театр приехал в рамках международного фестиваля «Золотая хортица». Подробнее в сюжете Константина Андреева. Вынужденный театральный переселенец, так называет себя руководитель театра «Жуки» Евгений Чистоклетов. Рассказывает, долгое время жил и работал в Донецке. После начала военных действий на Востоке решил переехать во Львов. Я взял рюкзак и поехал, а потом дружина какие-то вещи довозила два раза. Сдается, она приехала и с речами, и с двумя котами, и она приехала, а я ее застрял. Приехать было нескладно, потому что все, все події в Украине отбывались как-то так швидко. После переезда театр «Жуки» начал ставить моноспектакли во Львове. Осенью этого года Евгений Чистоклетов отправился с туром по Украине. Запорожье представил постановку «Персонал Джизус». Сам автор называет ее рок-экспериментом по мотивам произведений Сергея Жадана. Евгений делится в пьесе, пытался представить зрителю собирательный образ современного украинца. В итоге получился авангардный микс криминального авторитета, простого рабочего и политика. Причем все они, если верить автору, одинаково ранимы. Пьесу «Персонал Джизус» в Запорожье представили в рамках фестиваля «Золотая хортица». В этом году зрители могли оценить театральные постановки от драматургов из разных городов Украины. Киева, со Львова, с Днепропетровска, Запорожья. Театр «Витак» также представлял свою работу на фестивале. Мне кажется, это очень важно, что в город приехали. Это такая инвестиция в город Запорожье, в его культурную территорию. Прекрасна была возможность местным жителям запорежанам насладиться искусством театральным всей Украины. Во-первых, для города это, я считаю, очень знаменательное событие. «Золотая хортица» проходит раз в два года. Поэтому зрители, которые придут сегодня на этот праздник, будут довольны тем, что увидели и услышали. Всего на фестивале «Золотая хортица» запорожцы смогли посмотреть 8 пьес, рассказывают организаторы. Обещают еще не раз удивить зрителей в новом театральном сезоне. Такими были эти 7 дней. Делайте выводы, а акценты расставим мы, но уже на следующей неделе. Всего доброго, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова